Доброго времени суток, дорогие друзья! В сегодняшнем уроке я расскажу, как можно изменить размер холста. В предыдущих уроках я рассказывала, как изменяем размер изображения, а здесь расскажу именно размер холста, как можно изменить. Заходим, как обычно, в меню «Файл», пункт «Открыть», кликаем по картиночке, которую вы хотите воспользоваться, и нажимаем на кнопочку «Открыть». Картинка открылась. У меня вспомогательные элементы включены. Показ сеточки. Сеточку я убираю. Подвигаю картинку к верхней части рабочей области, и окошко с картинкой открывается по ширине рабочей области. Итак, открываем замочек на слое, кликая два раза левой клавишей мышки. Нажимаем на кнопочку «Ок». В принципе, это действие для увеличения размера холста можно не делать. Заходим в размер изображения и выбираем вкладочку надпись «Размер холста». Обратите внимание, ширина и высота у нас стоит в пикселах. Возможно, у вас будет в сантиметрах, значит, вы переходите во вкладочке в пиксели. И видим у нас ширина холста 600, высота 450. Вы можете увеличить вручную. Допустим, там 650 ставим. И высота также 500. И нажимаем на кнопочку «Ок». Вот вы видите, что происходит. Картинка. И по краям картинки образуется слой еще один, то есть холст увеличенный. Теперь вы можете, это если вы хотите в рамочку сделать картинку, либо что-то написать, значит, можно здесь побольше сделать. Допустим, я покажу, как сделать обводочку. Вот у нас основной цвет синего цвета. Заходим. В инструмент «Заливка». И просто кликаем левой кнопочкой клавишей мыши на пустом слое. И вот у нас получается картинка в синей рамочке. Мы можем применить какой-то стиль. То есть применяем какой-то стиль, и вот получается такая вот картинка. Можно делать все, что угодно. И еще один способ я покажу. Изменение размера холста. Я возвращаюсь в окошке истории на начало, когда мы открыли картинку. Вот открыть и образовать слой. То есть вот я на «Образовать слой» возвращаюсь, кликаю по этой. Вот у нас картинка с открытым слоем. Опять получилось. И здесь что мы делаем? Заходим в инструмент «Рамка». Полностью картинку рамку, проводим рамкой по картинке до конца. И когда образовывается наша рамочка, мы просто растягиваем эту рамочку настолько, насколько нам необходимо. Вот таким образом. Растягиваем. Вверху, внизу и так далее. Можно сбоку растягивать ее. Вот вы видите, за стеной. То есть, допустим, здесь рядом с рамочкой вы хотите с этой картинкой написать какой-то текст. То можно сделать вот так. Кликайте теперь по выделенной области два раза левой клавишей мышки. И вот вы видите, появилась новая пустая область. Холст увеличился. И опять таким же образом можно сделать заливочку. Кликнув на инструмент «Заливка». Вдерочка. Кликаем по пространству. Вот получилась такая картинка в такой вот рамочке. Дальше, если мы хотим написать текст, идем в инструмент «Текст». Соответственно, выбираем шрифт. Выбираем размер шрифта. И выбираем цвет. Ну, в данной ситуации нам нужно цвет выбрать однозначно, поскольку на синем фоне синим не будет видно. Поэтому мы заходим, выберите цвет текста окошко. И, допустим, кликаем, пипеточка образуется. Кликаем по ромашке пипеточка. Это будет белый цвет. Либо, если, допустим, желтым, можно по-желтому. Я обычно выбираю цвет из картинки, чтобы она гармонировала. Вот. То есть можно вот таким цветом написать. Чтобы картинка была гармоничной. Ставим курсор. Ставим курсор на ту область, куда хотим написать слова. И просто печатаем текст. Ну, допустим, я напечатала «Поздравляю, дорогая!» Вы любой свой текст, стихи, не знаю, поздравления какое-то можно расширить побольше здесь, чтобы был формат. Да. И, кстати, вот важное такое замечание, я думаю, будет. Значит, я опять ухожу отсюда. В истории возвращаюсь на момент образовать слой. И хочу обратить Ваше внимание на то, что на этой картинке, вот здесь я ее из интернета скачала, поэтому здесь стоит вот с одноклассники Ру Лейба такая. Ну, для нашего поздравления, может быть, это не очень нужно, поэтому мы можем эту картинку сразу же все вот эти вот. Ну, это не очень корректно, конечно, я хочу Вам сказать, потому что все-таки это человек делал. Ну, если уж нам необходимо так это сделать, то мы можем обрезать. Опять выбираем инструмент рамка, растягиваем по нужному нам полю и вот здесь подправляем, чтобы вот эти вот одноклассники были не видны. Это просто какая-то фотография, поэтому ничего страшного, я думаю, не будет, если мы удалим метку автора. Вот. И кликаем по полю два раза левой клавишей мышки. И вот то, что здесь у нас было, просто отсекается. Это я на этой картинке показала, а в принципе, ну, Вы можете выбрать любую картинку другую, там это может быть фотография какая-то подписанная. Ну, не суть. Сам факт того, что я объясняю, как сделать, увеличить размер холста. Вот так вот, я так поаккуратненько обрезала, еще раз выделяю рамка, все действует инструментом рамка. Добавляю область сюда какую-то, увеличиваю, то есть увеличиваю холст вот таким образом, чтобы можно было внести какие-то слова. Кликаю два раза левой клавишей мышки, образуется дополнительная область. Теперь мы можем выбрать цвет основного фона. Вот я захожу в вкладочку палитра цветов и опять же пипеточкой, чтобы у нас гармонировала область которая у нас появилась справа, выбираю цвет где-то близкий по тону. Сейчас я немножко палитру отодвину и просто кликаю пипеточкой на том фоне, который, вот вы видите, такой получился близкий по тону к нашей картинке. Может посветлее сделать, вот здесь какие-то оттенки посветлее. Вот он посветлее. И нажимаем на кнопочку «Ок» в палитре цветов. Заходим в инструмент «Заливка». Кликаем по нему левой клавишей мышки и на поле нашей картинки кликаем этим инструментом также левой клавишей мышки. И вот вы видите такой фон. Ну, может быть, здесь даже удачнее было бы выбрать вот потемнее такой какой-то с картинки. Это уже не суть важна. Здесь уже вы можете писать свой текст. Заходим в инструмент «Текст». Выбираем окошко цвет текста кликаем по нему левой клавишей мышки. Опять же выбираем наш цвет пипеткой из картинки. Вы можете из палитры выбирать, но я вот опять еще раз повторюсь, рекомендую на картинке выбирать, чтобы он гармонировал с картинкой. И печатаем текст. напечатала текст. Здесь конечно напечатать можно что-то другое. Я чисто для урока этого делаю показываю как это можно сделать. А на сегодня это все. Кто меня дослушал до конца мне это очень приятно. Кому мой урок понравился и пригодился приятно вдвойне. до свидания всего доброго.